Приветствую вас на своем канале по изучению основ работы Primalware PISX. Сегодня в видео расскажу, что такое глобальная замена, какие параметры есть и как ей пользуются. Запускаем PISX. Заходим в любой проект или создаем новый. Выбираем вкладку «Сервис» — «Глобальная замена». Побежимся по функциям открывшегося окна. Как видим, в окне «Название» есть сразу предустановленные глобальные замены, которые можно посмотреть и отректировать, нажав справа клавишу «Изменить». Все клавиши справа интуитивно понятны. Создадим новую глобальную замену. Нажимаем «Новый», открывшемся окне, меняем название. Как видите, окно «Глобальные замены» напоминает окно фильтров. Если не смотрели видео о фильтрах, вот ссылочка на него. В предметной области можно выбрать три параметра, которых можно произвести глобальные замены. Это операции, расходы проекта, назначение ресурса на операцию. В первом окне, так же как в фильтрах, можно выбрать все из следующего, что означает логическое «И», и любое из следующего, что означает логическое «И». Первое окно предназначено для определения, в каких операциях мы будем производить глобальную замену. Добавим два условия. Индентификатор операции содержит значение. Как видите, у меня идентификатор операции есть с буквами «А», есть с буквами «В». Колонка «Высокие значения», какой-то странный перевод, применяется для числовых данных, где можно указать диапазон «От до». Нажимаем «Добавить» и в графе «Параметр» выбираем «Статус операции» равна «Не начата». Таким образом можно добавить множество параметров. Переходим на окно ниже. Нажимаем «Добавить» и указываем, какой параметр мы хотим изменить. Выбираем статус операции и выбираем параметр «Выполняется». И добавим процент выполнения по длительности. Ставим значение «Пользовательский», например, «5». Дальше у нас есть колонки, которые неактивны в статусе операции. Но активны в этой строчке. В колонке «Оператор» можно выбрать один из простых математических операторов. А в колонке «Параметр значения» можно выбрать какую-то из колонок, или также «Пользовательский». Ставим на примере клава. Нижнее окно для выполнения каких-либо действий над операцией, которые не соответствуют параметрам первого окна. Заполняется аналогично второму окну. Нажимаем «Ок» в этом окне. И «Применить» в следующем. Появляется отчет по глобальной замене. Видим старые значения и новые значения для работы. Посмотрев отчет, можно выбрать «Подтвердить изменения» или «Отменить изменения». А клавиша «Сохранить файл» помогает сохранить файл TXT. И потом можно при помощи каких-либо дополнительных программ типа Excel проанализировать, все ли корректно, если у вас очень много работы. Нажимаю «Подтвердить изменения». «ПисX» предлагает сохранить данные отчет в журнале. Я отказываюсь. Нажимаю «Закрыть». И видим, что все операции с идентификатором «В» меняли на статус «Научит» и длительность составляет 7%. Дату в колонке фактически начала тоже возможно было поменять при помощи глобальной замены. При помощи глобальной замены можно производить кое-какие простые вычисления, корректировать пользователь с колонки и многое другое. На этом видео о глобальной заменах я закончил. Если будут вопросы, как сделать какую-нибудь замену, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.